МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сообщение после проведенных ремонтных работ. В Рязанской области назначено первое судебное заседание по уголовному делу о пропавшей летом 15-го года супружеской паре грибников. На трассе Москва-Астрахань произошло столкновение двух легковых автомобилей. Трагедия унесла две жизни. Сбор меда в самом разгаре. Пасечники региона подсчитывают урожай, который в этом году превзошел все ожидания. Сегодня ранним утром на путепроводе на улице Есенина вновь было открыто транспортное сообщение после проведенных ремонтных работ. Символический старт движения по обновленному путепроводу дал глава администрации Рязани Олег Булеков. По словам главы администрации, досрочное открытие путепровода станет хорошим подарком горожанам к завершению сезона отпусков. Перерезанная красная лента в половину шестого утра открыла рабочее движение по путепроводу. Подрядчику компании «Ирма Стэм» удалось досрочно завершить первый этап работ. Полностью объект будет введен в строй уже в ноябре, когда подрядчик проведет реконструкцию в нижней части путепровода, ремонт и усиление опор и пролетных строений. Мы постарались с подрядчиками сделать все для того, чтобы он стал безопасным. Здесь работал, наверное, один из добросовестных подрядчиков. Мало было нареканий. Видите, как они обещали, до первого числа мы открыли рабочее движение. Он стал безопаснее. Видите, здесь появились тротуары. Правда, сейчас пока по одной стороне, потому что по второй стороне еще проходит коммуникация, которая будет меняться до ноября месяца. Но он стал чуть шире. Он стал более удобным для пешеходов. Появилась пешеходная зона, современные конструкции. И я думаю, что лет 20 мы к этому мосту уже обращать внимания не будем. Сейчас путепровод приведен в нормативное состояние. Полностью восстановлена его проектная несущая способность. Сохранены габариты проезжей части для транспорта. При этом расширены пешеходные дорожки. Установлены современные бордюрные и перильные ограждения. Предусмотрены меры безопасности в случае падения. Выполнена работа по укладке монолитных плит, устройству дорожного покрытия, нанесена дорожная разметка. Стоимость работ составила 95 миллионов рублей. Средства выделялись из областного и городского бюджетов. Конечно, еще работы предстоят немало под мостом. И осложнено это тем, что промежуток, интервал, когда можно работать, достаточно небольшой, всего по 3-4 часа в день. Железная дорога дает нам этот интервал для того, чтобы привести в порядок пролеты и некоторые конструкции, которые нужно еще усилить. Автовладельцам стоит обратить внимание на новую схему проезда по путепроводу. В частности, изменено движение транспорта по полосам на пересечении улицы Есенина и Спортивная. Правый поворот с путепровода на улицу Спортивную будет осуществляться с двух полос, левой – с одной полосы. Встречное движение организовано по одной полосе. На улице Спортивная при движении со стороны Галенчинского шоссе с правой полосы разрешено направление только прямо, а слевой – налево. Со стороны улицы Халтурина схема движения транспорта не меняется. В понедельник, 29 августа, сгорело производственное здание на одной из улиц поселка Карцево. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России Призанской области, пожар был оперативно локализован. В Карцево горело двухэтажное производственное здание. О пожаре сообщили местные жители. Сигнал поступил в 17.27. Спасатели быстро приехали к месту возгорания. И уже к 18 часам пожар был локализован. По данным МЧС, никто не пострадал. Последствия этого пожара могли быть очень тяжкими. Рядом со зданием находится газораспределительный пункт. К счастью, пожарные прибыли оперативно. В ликвидации участвовало 6 пожарных автомобилей и 18 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Сегодня утром в Михайловском районе на 192-м километре дороги федерального значения Москва-Астрахань произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобилей Hyundai из Волгоградской области допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с ладой Калиной. От удара иномарка совершила опрокидывание на крышу. В результате ДТП оба водителя погибли. Травмы различной степени тяжести получили 6 пассажиров автомобилей, в том числе 2 ребенка. На месте работали сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства выясняются. В Рязанской области назначено первое судебное заседание по уголовному делу о пропавшей летом 2015 года супружеской паре грибников. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Рязанской области завершено расследование с направлением в суд для рассмотрения уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Рязани, обвиняемого в совершении страшного преступления. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, в незаконном культивировании наркосодержащих растений, неправомерным завладением автомобиля без цели хищения, незаконной переделки огнестрельного оружия, незаконной передачи, приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. По обвинению в пособничестве в незаконном культивировании наркорастений в особо крупном размере предстанут перед судом и двое его сыновей 91-го и 93-го годов рождения. Кроме того, один из них обвиняется в незаконном лишении свободы группы лиц по предварительному сговору с применением оружия. В ходе следствия установлено, что житель города Рязани, систематически употребляющий наркотические средства, при содействии своих сыновей на участке местности в лесополосе, расположенном в Рязанском районе, осуществлял незаконное культивирование конопли. Коноплю он выращивал для последующего личного потребления. Охрана участка осуществлялась с использованием принадлежащего ему оружия, которое он переделал из карабина «Сайга». Днем 22 июля 2015 года старший из обвиняемых встретил в непосредственной близости от охраняемого им участка супружескую пару, которые находились в лесополосе с целью сбора грибов. Будучи уверенным, что грибники обнаружили культивируемую им коноплю, он с целью устранить ненужных свидетелей вызвал по телефону своего сына и дал ему указание связать мужчине и женщине руки. Супругов заставили спуститься в ранее вырытую в земле яму, после чего старший из обвиняемых произвел в них выстрелы из имевшегося при нем оружия. Будучи уверенным, что супруги неминуемо погибнут от огнестрельных ранений, он накрыл яму деревянным щитом и присыпал грунтом. Затем он с целью скрыть место совершения преступлений завладел автомобилем, на котором потерпевшие прибыли в лес и отогнал его в другое место. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления, а его жена через два дня была обнаружена местными жителями и доставлена с огнестрельным ранением в медицинское учреждение, где ей своевременно оказали квалифицированную помощь. В ходе обыска дачного дома, квартиры и гаража обвиняемых следователями были обнаружены и изъяты однозарядной винтовкой патроны, незаконно приобретенные и хранившиеся старшим из них. В ходе расследования проведено множество следственных действий, в том числе сложных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 20 томов. На прошлой неделе в поселке Соколовка обычная драка закончилась смертью молодого мужчины. 33-летний местный житель был избит своими же знакомыми от полученных травм, скончался у себя дома. Теперь одна осталась его мама, которой помогают лишь близкие друзья. Погибшего Максима Никишина. Они обратились в нашу редакцию, чтобы рассказать о том, как все произошло. Прямо в центре Соколовки, в этом дворе, по словам матери погибшего, и был избит ее сын. Никто не ожидал столь раннего ухода молодого мужчины из жизни. По словам близких друзей Максима Никишина, он работал, помогал родным и близким, был добрым человеком, прекрасно ладил с детьми. Человек был очень отзывчивый, очень добрый. Я не хочу сказать, что он был конфликтный вообще никогда. Да, то есть он всегда заступался за младших, всегда заступался за девушек. Вывести на ссору, его было очень тяжело. Он всегда все решал словами. Никогда, чтобы там драки или что-то такое, такого не было. Теперь для близких Максима осталась только одна возможность вспоминать о том, что это был за человек. Марина Шмелева, мама погибшего, находится в таком шоке, что во время съемок не сразу смогла найти кладбище, на котором похоронен ее сын. Хотя уже не первый раз посещает его могилу. Все как в тумане, плачет, выкладывает любимые сладости Максима среди цветов. Она рассказала нам, что пыталась спасти его, когда тот пришел домой, избитый вечером 22 августа. Вся футболка сына была в крови, однако внешне трудно было сказать, что ранения смертельные. Он долго ходил по дому, говорил, что внутри все болит. Просил обезболивающие, заходил в ванную, становился под душ. Мама не решилась давать сыну обезболивающие, его часто рвало. Она дала ему корвалол. В заключении о смерти причины гибели Максима обозначены отек легких и поражение сердечной мышцы. После того, как сын отказался от осмотра скорой, Марина Шмелева оставила его, уйдя в другую комнату. Ей не спалось, и к утру она, зайдя в ванную, обнаружила сына мертвым. Конечно, она обратилась в полицию. По ее словам, показания взяли и у друзей Максима, которые довезли его в трагический вечер до дома, и у тех людей, которые его избили. По словам родственников и друзей, Максима уголовное дело не возбудили. Им также пояснили, что причина смерти естественная. Родственники погибшего не согласны с этим вердиктом. Они считают, что Максим погиб именно в результате нанесенных ему травм. По факту смерти Рязанца, в настоящее время Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка. В ходе данной проверки следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также обстоятельства его гибели. Уже по результатам полученных судебно-медицинских исследований, а также всех материалов, которые соберет следователь, будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе возбуждения уголовного дела. Если будет установлено, что смерть Максима наступила именно в результате полученных травм, тогда здесь будет идти речь о возбуждении уголовного дела в отношении тех людей, которые это сделали. Родственники друзья Максима и сейчас находятся в напряжении. По их словам, они переживают из-за свое здоровье. Они сообщили, что причиной драки, в которую попал Максим, мог стать тот факт, что он заступился за свою маму. Дело в том, что этот конфликт уже был как бы развит. И есть некоторые люди, которые, да, действительно неадекватно относятся к его маме, и ему это было неприятно. Он выражал насчет этого свою точку зрения и защищал, отстаивал честь матери. По словам Татьяны, маму Максима до этого происшествия бывало оскорбляли или даже могли ударить. Все это делали жители поселка Соколовка. Однако по какой причине происходили эти конфликты, друзьям погибшего неизвестно. Теперь им остается только ждать вердикта следствия, будет ли дело в дальнейшем направлено в суд. Близкие Максима очень надеются, что в вопросе его гибели будут поставлены все точки над «и». Сбор меда в самом разгаре. Пасечники региона подсчитывают урожай, который в этом году превзошел все ожидания. Моя коллега Алена Куколева провела целый день с пчеловодом на пасеке и выяснила, как делают мед и как отличить настоящий продукт от суррогата. Медовые реки для пчеловода Николая Фионова не сказка, а результат долгого и нелегкого труда. Заниматься пчелами начал, помогая отцу с пятилетнего возраста. Теперь имеет свое собственное дело и уже 4 года собирает мед. Когда у человека есть пчелы, он ими занимается. Ну, продал баночку, другую, третью, на эти деньги купил себе инвентарь. Это его хобби. То есть ему это нравится. Дальше свое дело, когда, собственно, то, чем он занимается, забирает практически все его дело, все его время свободное. При этом он сам активно участвует в работе. Да, у него, возможно, есть помощники, наемные рабочие. Но сам он активно участвует в этом деле. Тогда это свое дело. А бизнес – это бизнес. Это немножко другое. Сейчас пасека Николая стоит на нескольких полях с гречихой и кипреем. Около двух сотен семей собирают мед с нескольких десятков гектаров посевных культур и луговых трав. И за всю свою жизнь они проходят все профессии, все работы. То есть, когда она появляется на свет сразу, она начинает работать уборщицей. Кстати, вот можно запечатлеть процесс рождения пчелки. Чтобы извлечь соты из улья, необходимо иметь под рукой три инструмента. Дымарь – стамеску и специальную щетку. В дымарь – небольшой металлический чайник. Закладывают бересту и обломки гнилого дерева. С этим устройством пасечник подходит к улью. Под действием дыма пчелы меньше нападают на человека. О, чуть-чуть повеселее. Сейчас он еще разгонится и будет отлично дымить. Рамки извлекают из деревянного отсека с помощью стамески, а пером смахивают пчел. Затем рамки отправляют в медогонку – машину, работающую по принципу центрифуги. В результате вращения барабана мед стекает в бидоны. После этого продукту дают немного отстояться. Здесь от человека только требуется погрузка и разгрузка. И, соответственно, необходимо слить мед. Мы его сливаем сразу через фильтр, для того, чтобы он получился уже готовый. Через два месяца после откачки мед начинает кристаллизоваться и густеть. Эти признаки говорят о том, что мед натуральный и качественный. Мус и запах – они должны быть рисковатыми и чуть терпкими. Вот видите, образуется небольшая горка. То есть мед не проваливается в мед, а образуется некая горка при наливании его на поверхность. Это говорит о его зрелости. Это первый момент. Во-вторых, обратите внимание, мед наливается, при этом струйка не прерывается. Она может превратиться почти в ниточку, но при этом она не прерывается. Это тоже, собственно, показатель меда. Если же мед кристаллизуется неравномерно, имеет карамельный аромат и конфетный кондитерский привкус, стоит воздержаться от такой покупки. Мед может быть фальсифицированный. Сейчас в Рязани проходит проект «Тарковские чтения», в рамках которого наш город посещают именитые деятели искусства, которым удалось поработать с легендарным режиссером Андреем Тарковским. На этот раз в наш город с рабочим визитом прибыл советский и российский артист театра и кино, кинорежиссер, народный артист России Николай Петрович Бурляев. С нами он поделился планами на ближайшее время и рассказал о том, что планирует и уже успел сделать в Рязани. В эти два дня пребывания в Рязани, которую я люблю, давно люблю, где я проводил в 2002 году кинофорум «Золотой видеться», мы сделали очень активный марш-бросок. Мы побывали в доме Андрея Тарковского под Рязанью, дом, который он любил, боготворил, в который он душу вложил, о котором мечтал и говорил близким и приезжающим из России, что я мечтаю о домике под Рязанью. Там все дышит Андреем Тарковским. В Путятина открыли киноклуб «Золотой видеться». Я подарил клубу 70 фильмов для начала показа, правильного кино, духовно-нравственного кино, а не того безобразия, которое мы видим в российском кинопрокате, ставшем отделением американского кинопроката. Такой же киноклуб мы открыли здесь, в Доме народного творчества, и подарили МЧС, главному управлению МЧС Пуризанской области, поскольку я стал директором Института культуры МЧС России, и подарили 70 фильмов и для клуба, и киноклуба МЧС. Были встречи, очень важные встречи, с руководством Рязанской области, на которых мы оговорили возможность в будущем году провести здесь, в Рязани, и в области Рязанской полномасштабные форумы «Золотой видеться». Более подробное интервью можно будет увидеть в программе «Городские встречи». Премьера состоится в пятницу на всех наших каналах или на нашем сайте город62.тв. На этом мы завершаем наш выпуск и прощаемся со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»